ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР Все максимальные свои и средства, и свои возможности к тому, чтобы содержать все храмы, в том числе и этот кафедральный собор, в должном состоянии для богослужения. Ну, такая огромность этого храма, она заставляет просто обратить на себя внимание всех людей, и верующих, и неверующих. Для богослужения собор открыли только во время Второй мировой, а в середине 50-х власти даже обратили внимание на его плачевное состояние. Полвека назад в храме работали ленинградские реставраторы. Это благодаря им старинные росписи на стенах сохранились до наших дней, пусть даже и в таком виде. Но реставрация эта была малобюджетная, советская. Тогда сусальное золото на росписях решено было заменить обычной бронзовой краской. До революции храм называли вторым солнцем Дона. Сияние центрального креста, некогда украшенного хрусталем, было видно за 30 верст. Третий по величине в России собор построен на деньги Донского казачества. Его полное название – Войсковой Вознесенский кафедральный собор. Впрочем, нынешние казаки признаются о реставрации храма своими силами, они и не мечтают. Я должен сказать, что казаки из всех своих походов все серебро свозили в храмы, в том числе и свои. То есть храмы свои поддерживали всегда не в хорошем, а в великолепном состоянии. Понятно, что у казаков сейчас возможностей таких нет, в походы мы не ходим. Табличка на стене собора, здесь указано его полное название, чуть ниже, буквами помельче, надпись «Памятник федерального значения». Для новочеркасского храма это сегодня единственная надежда. Говорят, что собор обязательно отреставрируют в рамках государственной программы. Но когда это случится, пока никто не знает. Михаил Антропов, Сергей Смирнов, Тимур Ахмедов и Александр Новиков. Телекомпания НТВ, Новочеркасск.